Следующая глава, конечно, Иисус не знал, как человек, о том, что то, что он сказал, будет разделено на главы, он просто говорил. А мы слушаем сегодня, говоря, шестая глава. Ну что ж, пусть будет шестая. «Удерживайся от того, чтобы творить дела милосердия пред людьми на показ. Если не удержишься, не будет тебе награды от Отца, который в небесах. И так, когда будешь делать милосердие, не труби перед тобой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы люди проставляли их». Уровинов того времени существовали четыре способа раздачи милостыни, или, как бы я сказал, четыре уровня. Самым низким уровнем подаяния я считался такой, когда дающий знает получающего, а получающий значит дающего. Иными словами я пришел к человеку, который знает меня, сказал, вот тебе 100 рублей. Это считается самым худшим уровнем милостыни, потому что человек, которому ты даешь, чувствует себя ужасно, или наоборот, заискивающий. Ты, с другой стороны, чувствуешь себя превознесенным, потому что тебе полагается хвала. Следующим за ним считался другой уровень, при котором дающий знает получающего, но не получающий, но, вернее, получающий не знает дающего. По мнению Талмуда, это может привести к превозношению, или самопревозношению человека, который дает. Да, действительно, тот, которому я даю, не знает меня, но я-то очень хорошо знаю, кому я дал, и почему я ему дал. Очень часто люди дают людям, которых они не очень любят, для того, чтобы подчеркнуть для себя самого степень своего превосходства над этим человеком. Третьим уровнем подаяния считается тот, когда дающий не знает получающего, но получающий знает дающего. И это может привести к определенным проблемам, например, излишнее почитание того человека, который дают. Но с точки зрения Талмуда был самый лучший вариант, когда тот, кто дает, не знает того, кто получает. Как это возможно делать? Это всегда возможно было делать через синагогу, когда человек отдавал свою десятину или в храм, или в синагогу, и синагога, будучи в этом случае анонимным давателем, давало кому-нибудь, кто на самом деле в этом нуждается. Итак, это те четыре уровня, из которых Иисус призывает, вот, пожалуй, к этому самому последнему, говоря о том, что ты не должен не ожидать награды за это. И ты должен делать это таким образом, чтобы никто об этом даже не подозревал. Раби Янай говорит, плохо, когда кто-то подает милостыню публично. Раби Янай однажды видел человека, который публично подал милостыню и сказал ему, лучше было бы тебе не подавать милостыню вообще, чем теперь, когда ты подал ему мир. Когда же ты делаешь милосердное, говорит Писание, пусть левая рука твоя не узнает, что делает твоя правая рука. Талмуд говорит, человек, говорящий, да будет сын мой здоров, в заслугу того, что я подаю это милостыню, он полный праведник. Одна точка зрения. Другое место в Талмуде говорит, что человек, который поступает подобным образом, лучше человека, который вообще не дает, но полным праведником его также считать нельзя. Потому что, 4 стих, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой видящий тайное воздаст тебе явно. И когда будете молиться, не будьте как лицемеры, которые любят стоять и молиться в синагогах и на углах больших улиц, чтобы люди видели их. Аминь, или истинно, истинно говори вам, что они сполна получают плату свою. Можно понять негодование людей, которые видят других, молящихся на углах. С другой стороны, можно понять и тех людей, которые хотят видеть, что они являются наиболее праведными. В трактате Брахот, или трактат благословения 28-б, рассказывается о рабе Нахунии бен Хакна, который, входя в синагогу и выходя из нее, останавливался для молитвы. И вот молитва, которой он молился на выходе, останавливаясь на углу улицы. «Благодарю тебя, Господь, что ты дал мне долю среди сидящих в доме учения, а не среди сидящих по углам улиц. Ибо я встаю рано, и они встают рано, но я встаю рано ради слов Торы, а не ради пустословия. И я тружусь, и они трудятся, но я тружусь и получаю награду, а они трудятся и не получают награды. «Я бегу, и они бегут, но я бегу к жизни мира грядущего, а они бегут к гибельной яме». Такая молитва, конечно же, с одной стороны, содержала в себе превозношение над людьми, при котором она отчасти на показ произносилась. Но с другой стороны, она как бы говорила о том, что делает человек. Вполне вероятно, что Иисус осуждал именно такую молитву. И с его точки зрения, молитва – это интимный разговор, между человеком и Богом. И никого не стоит вовлекать в этот диалог. Он продолжает. «Когда ты будешь молиться, войди в свою комнату, закрой дверь и помолись Отцу твоему тайне, и Отец твой видящий тайное воздаст тебе явное». Я думаю, что мы не должны возводить это правило до абсолюта. Потому что Иисус молился тайно, Иисус молился явно. Есть молитвы, которые дошли до сегодняшнего дня в Сидуре, которыми молится весь Миньян или вся синагога. И есть молитвы, которыми каждый человек молится отдельно. Я думаю, что в контексте того, что было сказано в 4, в 3, в 5 стихе, Иисус говорит, что человек, которого, естественно, украшает скромность и анонимность в вопросах, не воздаяния ему по его благородству, он, конечно же, имеет предпочтение в глазах Божьих. Поэтому молитва твоя, как бы противоставляя молитве той, которая делается на углах, на всеобщее обозрение, пусть она делается в тайне, и Господь, Отец, воздаст явно. Молясь, не говори пустого, как язычники, это ведь они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ведь Отец ваш знает, о чем вы нуждаетесь, еще прежде, чем вы попросите у него. Михиль-то рассказывает, и возопил он Господу, и указал ему Господь дерево. Отсюда можно понять, что праведники легко получают ответ на свои молитвы, а также, что молитва праведника коротка. «Господи, мне плохо». И Господь Бог указывает, вот это дерево, о котором ты просил, даже не слушая, или вернее, не нуждаясь в просьбе человека, которому плохо, потому что ему жарко, или потому что солнце зашло в зените. Господь говорит, вот дерево. Молитва должна быть краткая, и если она искренняя, она, конечно же, будет услышана. Молитесь же так. «Отец наш, который в небесах». Эта форма весьма традиционная, мы говорили с вами уже об этом. Используется и в Сидуре, и в молитвах на Йом-Кипур, в молитвах Коль-Нидрей, «Да будет освящаемо имя твое». Тоже молитва, которая является частью молитвы Кадиш, «Да освысится и восвятится великое имя в мире, сотворённым по воле Его», и так далее, и тому подобное. К чему я это всё говорю? На самом деле, эта молитва взята не из вакуума, не из безвоздушного пространства. Она на самом деле указывает определённый порядок в приоритетах. Прежде всего, благодарение Бога, во-вторых, признание того, кто ты есть, и в конечном итоге только просьбы к Господу Богу. Причём, если вы посмотрите по объёму просьб и объёму восхвалений, то нам, по сути своей, должно быть стыдно, как часто мы обращаемся к Господу Богу, и порядок требований, я бы сказал, у нас совершенно другой. Идём дальше с Божьей помощью. Хлеб наш насущный, дай нам на каждый день. Книга притчи. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня хлебом насущным. То есть, опять возвращаемся к основе основ, к книге Писаний. И прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим. Бен Сира, Крига Мудрости, пишет, наставляя своего сына, прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои. Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения к подобному себе человеку и не имеет милосердия. И молится о грехах своих сам, будучи плотью, и питает злобу. Кто очистит грехи такого человека. Не подвергай нас испытанию, но избави нас от лукавого. Ведь тебе принадлежат и царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Есть в одном из еврейских трактатов следующая версия этой молитвы. «Да будет воля твоя, Бог наш, и Бог отцов наших, чтобы наставить меня в торе твоей и прилепить к заповедям твоим, и не веди меня в грех и искушение, и избавь меня от злого начала, и прилепи к началу добрую». Когда же будете паститься, не делайте смрачными, как лицемеры, которые меняют вид своих лиц, чтобы люди видели, что они пастятся. Аминь. Говорю вам, что они сполна уже получают плату свою. Он продолжает, не собирайте себе сокровищ на земле. Опять-таки, Иисус говорит на иврите, и на иврите это звучит следующим образом. «Аль-та-цру-от-црот-ба-арец». «Аль-та-цру-от-црот-ба-арец». Даже для тех, кто не знает иврита, понятно, что это выражение, которое было в ходу, которое имело смысл и вид, и форму поговорки, и на самом деле замечательная игра снов. Кстати говоря, очень часто в Библии используют именно вот такие вот красивые поэтические формулировки, чтобы дать человеку возможность легче их запомнить. Глаз – это светильник тела. Так вот, если твой глаз будет добрым, то все тело твое будет наполнено светом. Если же глаз твой будет злым, то все тело твое будет наполнено тьмой. Итак, если свет, который в тебе тьма, то сколь сильна же будет тьма. Глаз как эфемизм в мировоззрениях евреев того времени часто использовался как метафора для определения отношения человеку к совершаемой им сделке или пожертвованию. То есть, пусть глаз твой будет ясным, пусть рука твоя будет твердой. То есть, каждый раз, когда ты приносишь какое-то пожертвование или делаешь какую-либо сделку, или договариваешься о чем-то, или обещаешь что-то, очень важно, чтобы глаз, эфемизм для этого, представлял всю твою внутренность и все намерения твоего поступка. Поэтому Писание говорит, что глаз это есть светильник тела, то есть, то, каковы твои намерения в поступках, то, каким образом ты относишься к пожертвованию, то, каким образом ты относишься к делам своим и трума, является по своей сути отражением того, кто ты есть на самом деле. Не твои слова, мы говорили уже об этом, да, а то, что ты делаешь в твоей жизни. И в этом смысле глаз есть светильник тела. Никто не может служить двум господам, ведь или одного будет ненавидеть, а другого любить, или к одному будет стремиться, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и мамоне, или Богу и ножи. В трактате Камбаба Кама Барайте, Барайте это часть, которая входит в Талмуд, обсуждается ситуация, когда некто продал ближнему раба, на условии, что раб продолжит прислуживать продавцу в течение 30 дней после продажи. И Талмуд задает вопрос, кто из двоих, покупатель или продавец, отвечает за действие раба? Рассматривается все четыре возможных мнения. Первое, что отвечает тому, кому раб фактически принадлежит, то есть покупатель. Второе мнение, что отвечает тот, кому раб прислуживает, то есть продавец. Третье мнение, что отвечают оба, потому что одному принадлежит, а другому прислуживает. Четвертое мнение, что он не отвечает ни один из них, потому что одному он не принадлежит, а другому не прислуживает. Занятно, не правда ли? В сбомнике Медраша Тамир эта барайта рассматривается иносказательно, где перед рабом душой представлены два хозяина. Один из них тот, кому он принадлежит, покупатель, символизирующий в притче мирские блага, а второй тот, кому человек служит, продавец или творец. То есть мы видим практически полное совпадение или отражение мнений, бытующих в литературе того времени, как ее представляет Иисус. Человек не может служить даже двум. Что говорить о четверых хозяевах или четырех возможных вариантах, которые представлены в этой барайте? Стихи 25-26 Вот поэтому говорю вам, не заботьтесь о жизни вашей, чтобы вам есть, что вам пить, не о теле вашем, что вам надеть. Разве жизнь не больше, чем пища и тело, чем одежда? Задейте на птиц небесных. Они не сеют и не жнут и не собирают житницы, но Отец ваш небесный питает их. Разве вы не гораздо лучше их? Раби Мейер говорит, вовек пусть учит человек своего сына ремеслу чистому и легкому. И пусть молится тому, кому принадлежит все богатство и все имущество, потому что нет ремесла, с которым не были бы связаны и бедность, и богатство. Так как не от ремесла бедность и не от ремесла богатство, но все в мире, но все по мере его заслуг. Раби Шимон, сын Ильязара, говорит, удели ты за всю свою жизнь зверя и птицу, у которых было бы ремесло. А они получают пропитание без забот и огорчений. А ведь они сотворены только для того, чтобы мне служить. Я же, говорит он, сотворен, чтобы служить моему владетелю. Так разве не должен бы я получить свое пропитание без забот и огорчений? Но дело лишь в том, что испортил я поступки свои и урезал свое пропитание. Абагурья, мудрец из Сайдана, говорит от имени Абагурья, не должен учить человек своего сына ремеслу погонщика ослов, погонщика верблюдов, цирюльника, корабельщика, пастуха и лавочника, потому что их ремесло – разбойничье ремесло. Раби Иуда говорит от его имени. Погонщики ослов в большинстве своем нечестивцы, а погонщики верблюдов в большинстве своем люди порядочные, корабельщики в большинстве своем благочестивые. И лучшего из врачей – гиеном. А лучшего из врачей, говорит он, отправить в гиену. Я, знаете, думаю, что люди мало поменялись с этого времени, когда погонщики верблюдов и ослов, сегодня их называют те, которые продают автомобили и обманывают других. Врачей, конечно, навсегда, на всех врачей найдется именно тот самый врач, которого я не люблю. А самый порядочный из мясников – это вообще потомок и сотоварищ Амалека. Амалека – это самый ужасный из всех людей, которых как бы рассматривается в отношениях с евреями. Чему это все говорится? Говорится, что какой бы ремеслам человек не обучался, он не может полагаться на эти ремесла. И в этом смысле гораздо проще быть птицей, рыбой, насекомым. Проблема только в том, что птица и рыба, насекомым никогда не обладают алчностью и жадностью человека. И человек при всех своих несомненных заслугах, которые состоят в том, что Господь Бог поставил его владычество над всеми этими птицами, никогда не может похвастаться перед предметами своего владычества, своей бескорыстностью и своей чистотой и своей истинностью. Как правильно говорится здесь, я испортил свои поступки. По сути своей мы видим, что рассуждения мудрецов всегда сводились к тому, чтобы не зацикливаться на выборе своей профессии, а наоборот сосредоточиться на изучении Торы. Ко мне часто обращаются молодые люди с достаточно, казалось бы, серьезным вопросом. Вот есть возможность заняться техникой или есть возможность заняться врачеванием людей или строительной рабочей. Они строительной работой. Они просят у меня совета подсказать им, чего хочет Господь в их жизни. Когда я сталкиваюсь с подобными вопросами, у меня как бы раздирают сомнения. С одной стороны, мне хочется подсказать людям, что профессия врача, грубо говоря, предпочтительнее, чем профессия уборщика. Но с другой стороны, я понимаю, что суть состоит в том, что не важно, какая у тебя будет профессия, а гораздо важнее, как ты живешь, обладая той или другой профессией, с какой целью ты используешь ту или другую профессию. Я глубоко убежден, что не имеет огромного значения, в том числе и до Господа Бога, какой профессией ты занимаешь. И ни одну из них нельзя считать ни благословением специальным, ни проклятием специальным. Работа уборщика может быть благословением, и работа адвоката для кого-нибудь может быть проклятием. И наоборот. Суть состоит в том, что какой бы специальностью ты ни обладал, тем остается твоя душа. Что ты делаешь для того, чтобы воздать Богу за то, что Он подарил тебе подобное испытание. И в этом смысле Иисус абсолютно не отличается от того, что говорили наши мудрецы по этому поводу. Разве кто-нибудь из вас, говорит он дальше, заботясь о том, может продлить свою жизнь хотя бы на час? Раби Яков говорит, нет заповеди в Торе, рядом с которой лежала бы награда, и не зависела бы она от воскресения из мертвых. Вот в отношении почитания родителей написано, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо было тебе на земле, которую Господь Бог отдает тебе. И в отношении отсылания гнезда написано, чтобы было хорошо и продлились дни твои. Мы не имеем права никоим образом ставить в зависимость те или иные наши поступки с волей Божией, которую Он проявляет в нашей жизни. Делая так, мы связываем Его руки, требуя определенных благословений или ожидая определенных проклятий. Но Господь Бог суверенен, и если Он положил наши пределы, это никоим образом не зависит от того, угодили мы Ему или не угодили Ему. Суть проблемы состоит в том, что очень часто праведники, мир которых абсолютно не был достоин, не то что не могли продлить свою жизнь хотя бы на час, они умирали преждевременно, намного раньше тех, которые грешили. Но это вовсе не значит, что надо продолжать грешить. Просто это значит, что мы должны принимать волю Божию. И забота наша должна быть не только или не столько о том, чтобы любой ценой продлить жизнь свою. Хотя в принципе в этом нет ничего плохого, но только в одном принципе и в одном случае. Когда эта жизнь или продление этой жизни не самой для себя, а для служения Богу. Или, если хотите, что в принципе синонимично, для служения другим людям. Видел я, как отец сказал сыну, поднимись на дерево и достань мне птенцов. Тот полез на дерево и упал и разбился. Где тут долголетие и где благая жизнь за отсылание гнезда и почитание отца? Вот вам ответ на предыдущий поставленный вопрос. И об одежде, что вы волнуетесь? Посмотрите на лилии, растущие в поле. Они не трудятся и не прядут. Но говорю вам, что даже сам Шлома или сам Соломон во всей славе своей не одевался так, как любая из них. Если же Бог так одевает траву полевую, которая сегодня есть, а завтра уже брошена в печь, то не тем более ли вас маловеры. Трава полевая во всей своей красе, во всей своей незадумчивости, необязательности, ведущая прекрасное времяпровождение, казалось бы, должна благодарить Бога и делает это за то благословение, которое Он дал ей. И тем не менее, со всеми этими благословениями на другой день после предполагаемых подобных рассуждений она попадает в печь. Как соизмерить заслуги или их отсутствие суверенной воли Божией? Мы делаем то, что требует от нас Бог, и принимаем от Него то, что Он желает сделать в нашей жизни. Так что ищите прежде Царство Бога и праведность Его, а это все будет вам предложено. В книге «Мудрости» Соломона написано «Посему ли я молился, и даровал мне разум, и я взывал, и сошел на меня дух премудрости? Я предпочел ее скипетрами, престолами, богатство почитал не за что в сравнению с нею, и драгоценного камня я не сравнил с нею, потому что пред нею все золото, ничего лишнего, пред нею все золото, ничтожный песок, а серебро грязь в сравнении с нею. Я полюбил ее более здоровья и красоты, и избрал ее предпочтительно пред светом, ибо свет ее неугасим, а вместе с нею пришли ко мне все блага и несметное богатство через руки ее». Я бы сказал «Аминь», потому что прежде всего искать мудрости Божьей, а все остальное по воле Божьей Господь Бог приложит, если будет воля Его. Но если при этом у нас уже есть мудрость, то мы и воспримем отсутствие блага как награду от Господа Бога. И даже бедность для нас будет несоизмерным богатством, потому что прежде всего мы получили мудрость от Господа. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, потому что завтра само о себе позаботится. И в окончании. Бедаж рассказывает о том, что когда Всевышний раскрылся Моисею в неопалимом кусте или неопалимой купине, он сказал «Скажи инфинам Израилям, что Айе, Ие, то есть прибуду или прибывающий, послал тебя, и что я прибуду с ними в этом изгнании и в трех других изгнаниях». И сказал ему Моисей «Разве недостаточно для беды своего часа?» И сказал Всевышний «Скажи им, тот, который прибудет, послал меня». Господь Бог не просто милостивый, Он предупреждает об испытаниях Моисей, как бы сожалеет народу и говорит «Зачем я им должен рассказывать о плохом?» А Господь Бог говорит на все свое время, даже если постигнут их испытания, я всегда во веки веков буду с ними. И Господь всегда будет с нами. И в этом, пожалуй, состоит главная суть всего, сказанного в этом разделе Иисусом. Не заботься о том, что внешнее. Заботься о том, что в твоей душе. И поскольку мы храм Духа Святого, пусть наша жизнь станет вот этой переносной скиньей. Можно сколько угодно улучшать жизнь вокруг себя, и когда она изменится, мы погибнем. Но раз и навсегда измененная душа внутри нас будет абсолютно неуязвимой для изменений внешних, если мы научимся слушать Господа Бога. И тогда бедность будет богатством, и даже болезнь будет во благо. Давайте слушать нашего Господа. Давайте учиться. И тогда мы на самом деле будем счастливы. Да благословит вас Господь Бог. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok